Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Мой канал обо всем на свете, но все-таки, все-таки, моде посвящено очень много роликов. Вы знаете, я снимаю стрит-стайл, я снимаю шоппинг, примерки, встречаюсь с дизайнерами. И вообще очень-очень много мы здесь говорим о моде. Друзья, сегодня же я хочу поговорить о том, что ждет нашу любимую моду после того, как все это закончится. И вообще большой еще вопрос, закончится ли. Последнее время мода набрала такие обороты, что было ощущение, что как будто она сама за собой уже не успевает. Мы обсуждали этот вопрос очень активно с Ярославой, ну вы знаете ее, дизайнер из Италии. И у нас не состоялся очень интересный разговор на эту тему. Она сказала, что синьора Армани, знаменитый итальянский дизайнер, написал письмо обращения к моде. И она перевела его, и сейчас вы его услышите, она его сама прочитает. Ну а потом мы обсудим все это. Марина, дамы, приветствуем. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на открытое письмо Армани, миру моды. Меня оно очень тронуло. Я его перевела и хочу вам его зачитать. Я не хочу больше так работать. Это аморально. Время урезать излишества. Упадок модной индустрии начался тогда, когда в сегменте роскошь были внедрены методы фастфейшн. В надежде продавать все больше и больше. Это бесконечный цикл доставки новых вещей, заставляющих покупать все больше и больше. О фастфейшне вы, наверное, знаете все. Это, приведу вам пример Зары. Предположим, каждые три недели они меняют коллекцию. Вывешиваются новые вещи, называется pre-collection. Таким образом, они говорят вам, что все, что вы купили три недели назад, это уже устарело. Вот вам что-то новенькое. То есть, они заставляют вас, они обесценивают вещи, даже свои вещи, которые вы купили всего лишь несколько недель назад. Так вот, этот фастфейшн, фастфуд, он перешел и, естественно, заставил даже сегмент роскоши этим заниматься. Дальше Армани пишет. Я больше так работать не хочу. Это аморально. У нас у всех при пандемии есть шанс замедлиться и прекратить эту безумную гонку за заработком. При этом все стали зарабатывать и все стали забывать, что истинная роскошь требует времени, чтобы быть оцененной по достоинству. Я не вижу смысла в том, чтобы у моего пиджака было всего три недели, чтобы быть проданным. Иначе потом она уже считается устаревшей моделью. И его нужно чем-то заменить. Очень похожим, но новым. Я всегда верил в идею элегантности без времени. А именно за это, именно за это я бы хотел, чтобы мои вещи покупали, чтобы они служили долго. Также считаю абсурдом, что в самый разгар зимы в магазинах вывешивают летние вещи или в середине лета зимнюю одежду. Это якобы, чтобы желание моментальной покупки превзошло здравый смысл. Чтобы просто повесить в шкаф лишнюю вещь, покупая ее. Этот кризис, надеюсь, приведет к концу этой гонки за заработками. И беспредельный консумизм. И бесконечное производство огромного количества вещей. Хватит спекулировать. Хватит расточительства. Мы работаем над тем, чтобы мои коллекции оставались в магазинах до конца сезонов. Этот кризис должен послужить как возможность вернуть ценность аутентичности моды. Я говорю, нет, модным шоу, модным лапиаджем это трата ресурсов и денег в пустую и загрязнение окружающей среды. Я целиком и полностью согласна с Джорджи Армани от себя хочу добавить, что современная мода тем самым этой гонкой теряет эксклюзивность. По сути дела, то, что дизайнер придумал, что бы он ни придумал, что бы он ни придумал такого самого неимоверного, через три недели уже все устарело. Причем еще хочу добавить, что Армани перевел миллион двести пятьдесят тысяч евро в фонд по борьбе с эпидемией и сейчас его фабрики занимаются пошивом масок и одеждой для врачей. Это огромная серьезная тема для обсуждения. Всем привет и хорошего дня! Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно. Синьор Армани является настолько авторитетным, авторитетным дизайнером в мире моды, что не прислышаться к его выводам, к его обращению просто невозможно. Скажите, что вы об этом думаете? Ведь каждый из нас это все-таки какой-никакой винтик этой индустрии, потому что мы являемся потребителями. Напишите, вот просто интересно, насколько, скажем так, интерес к моде прекратил свое существование с наступлением вот этих вот, прямо скажем, не самых лучших времен для этой самой моды, да и для нас с вами. Насколько вы готовы, что называется, забить на эту самую моду, вернее, на нее в том контексте, в котором последнее время она развивалась? И хочу сказать, что ведь последнее время мода вот такая агрессивная, которая постоянно меняется, которая постоянно тебе указывает на то, что ты чего-то не успеваешь, что ты какое-то ничтожество, потому что ты не можешь себе позволить ту или иную сумку, тот или иной бренд, что нас, потребители, вынуждают подстраиваться под моду, что мы становимся какими-то ее рабами. И это огромная машина, это целая армия интернет-магазинов, просто магазинов, торговых центров. Количество стилистов уже просто не передается никакому подсчету. Что люди платят огромные деньги для того, чтобы выучиться на стилиста, предлагать свою помощь. Но складывается у меня такое ощущение, что из-за того, что индустрия моды находится в глубочайшем кризисе, в пике, можно сказать, профессия стилиста просто сойдет на нет. Я не знаю, кто будет готов платить за их услуги. Как вы считаете? Может, я ошибаюсь? Было бы интересно также узнать, насколько готовы люди, насколько каждый из нас готов вернуться к старому, можно сказать, варианту, когда люди имеют мало одежды, но она качественная, она, возможно, будет заказана у портнихи, возможно, перешита из чего-то старого. Вот это все вообще реально или это миф? То есть, вот мир перевернулся буквально за несколько недель и так сильно изменился. Мне кажется, что мода будет той самой индустрией, которая очень изменится. Мне кажется, что резко-резко упадут доходы многих-многих марок, многих брендов. Многие разорятся, выживут сильнейшие и то, если они поменяют свою политику. Я неоднократно сталкивалась с тем, что встречаю в магазине какие-то очень интересные изделия. Я сейчас не буду называть марки. Ты начинаешь с ними общаться и понимаешь, что у них нет приличного сайта. На этом сайте, даже если он есть, какие-то остатки. В общем, все выглядит как-то не очень серьезно. Много чего нет. Что-то есть в магазине, но нет в интернет-магазине. В общем, как-то все это выглядит таким образом. И, например, ты хочешь какую-то вещь купить, но тебе говорят, нет, они уже закончились. Это все уже сошло на нет. И вот в связи с этим, мне кажется, должны выжить те фирмы, которые возьмутся за то, чтобы изготавливать на заказ. То есть брать предзаказ. Тогда у нас будет, скажем так, более осознанное потребление. Ну вот согласитесь, например, вам понравилась какая-то брошка, да, условно говоря. Вот очень многим понравилась брошка моя, комплот из видео про пальто. И несколько человек мне написали, я хочу купить такую брошку, но она уже давно была в продаже. Они уже закончились, их нет. Но производство-то существует. Производство существует, поэтому если есть желающие, они могут обратиться в магазин. Магазин их поставит на очередь. Они будут ждать какое-то время. Это очень осознанная будет покупка, да. То есть вот не пришел там магазин, тебя там накрыло, и ты делаешь спонтанно эту покупку, да. Ты ждешь, ее изготавливают. Допустим, ты ее получаешь через несколько месяцев. Это выгодно и для производства. У него не будет зависшего товара. То есть он будет производить столько, сколько сможет реализовывать. Также он сможет понять, в каком направлении ему двигаться, какие новые модели предлагать покупателям. Возможно, не понадобится, скажем так, этому бренду содержать реальные магазины, продвигать свои товары только через интернет по заказу. И не важно, где будет жить покупатель. В Сибири, на Чукотке, на Аляске или в Калифорнии. Нечто подобное существует, но это носит какой-то элитарный характер, да, там как вот эти вот сумки Биркин, которые надо ждать. Но почему бы это не поставить на рельсы среднего, скажем так, ценового уровня, которые могут при, скажем так, осознанном подходе позволить себе очень многие люди. Мне кажется, тогда не будет такого переизбытка барахла, такого, скажем так, желания беспрерывно покупать, которое подогревается. Я шопоголик, я, можно сказать, жертва этой самой модной индустрии, да, против которой она направлена. То есть я очень много денег тратила всегда на и одежду, и украшения. Но сейчас я понимаю, что у меня их так много, и я могу довольно-таки долго ничего не покупать. Думаю, у многих такая ситуация. Также я совершенно согласна с сеньором Армани относительно того, что сезонная продажа одежды достигла какого-то просто абсурда, да, когда ты не можешь зимой купить пальто, потому что везде уже вывешены летние коллекции. Вот я в своем прямом эфире приводила такой пример, что когда я была в Америке, это было начало апреля, все ходили в пуховиках, теплых шарфах, шапках, был ледяной такой ветер с гудзона дул на Манхэттене. И я захотела купить себе какую-нибудь интересную верхнюю одежду, ну как шоппинг, Нью-Йорк, святое. И каково же было мое удивление, что я вообще нигде во всем Нью-Йорке не нашла ни одной курточки, даже ветровочки, потому что это были сплошные розовые, оранжевые шорты, рубашки гавайских сутенеров. То есть очень летние вещи, практически тропические вещи. И это было настолько нелепо, да. То есть даже если взять с точки зрения индустрии моды, она теряет деньги, потому что люди хотят одежду покупать по сезону. Если холодно, то теплую одежду. И не важно, что там предпоказ моды был, там летом показывают зимнюю коллекцию, коллекцию зимой, летнюю коллекцию. В общем, как-то все не совпадает с реальностью. При этом как бы нас уже заранее готовят к тому, что покупайте это к зиме, это к лету. То есть, можно сказать, нами манипулируют. Мода стала просто манипулятором. Поэтому мы с вами должны как-то действительно это осознать. Мне кажется, эта ситуация с вирусом, она просто переключила словно тумблер наше сознание в том числе. Ну и даже воротил индустрии моды, таких как Армани. В общем, мне кажется, что все очень изменится. Но, конечно же, никуда не денется наше желание принарядиться и хорошо выглядеть. Так что не все так ужасно и не все так плохо. В общем, это видео такое, знаете, как обращение к вам для того, чтобы порассуждать, обсудить эту тему. Все-таки мой канал во многом посвящен моде. Так что с нетерпением жду вашего мнения. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же подписывайтесь, потому что будут ролики о моде. Мы ее не забываем, мы ее продолжаем любить, только уже немножечко другой любовью, более осознанной. Ну и, конечно же, будут видео на другие темы. В общем, жду ваших комментариев, лайков, дизлайков, репостов этого видео. И увидимся с вами совсем скоро в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok